Каким будет бюджет Ненецкого округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов? И удастся ли в ближайшие годы округу уйти от сырьевой зависимости? Об этом и не только рассказал губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин в ходе прямой линии, которая прошла сегодня в эфире радиостанции Наринмар-ФМ. Кроме того, жителей округа интересовали вопросы, связанные с благоустройством некоторых улиц города, субсидирование авиаперевозок, тарифы на коммуналку и многое другое. Мария Владимирова остановится на самых значимых моментах прямой линии. Ненецкий округ, несмотря на все экономические сложности, идёт по пути развития. Отчасти на это нацелено трёхлетнее планирование бюджета региона. Сегодня администрация округа внесла главный финансовый документ на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в собрании депутатов округа. Возвращение к трёхлетнему планированию бюджета вызвано тем, что экономическая ситуация в стране начала выравниваться и появилась возможность вернуться к среднесрочному планированию. Бюджет очень сложный. Бюджет очень сложный. Практически по всем главным распределительным бюджетным средствам идёт снижение. Что касается приоритетов, то приоритеты очень простые. Образование, здравоохранение, культура, спорт. То есть, по сути, у нас получается бюджет в чистом виде социально. Расходы в проекте бюджета Нейнского округа на 2017 год запланированы на уровне 12,5 миллиардов рублей. Из них львиная доля будет направлена на образование, культуру и спорт – порядка 4 миллиардов. 3,6 миллиарда на здравоохранение и социальную поддержку. Расходная часть региональной казны напрямую зависит от поступающих доходов. Она состоит из трёх основных источников. Один из них – составляющий более трети всех доходов налог на имущество. Далее – доходы от Харьягинского СРП и поступления от части федеральных налогов и сборов. Что касается Харьяги, изначальная смета затрат, которая была утверждена на 2016 год, составила порядка 400 миллионов долларов. Первоначальная схема. Далее, в процессе работы она была уменьшена до 317 миллионов долларов. И была рекомендация, которая по предложению низкоавтономного округа, о дальнейшем снижении до 280. Сейчас есть предложение на объединённый комитет о том, что смету затрат на 2016 год утвердить в размере 302 миллионов рублей. Но вот ещё смотрят наши специалисты. И мы ещё будем готовить свои предложения по снижению. Новый оператор уже готовит среднесрочное планирование. И плюс переход на российских подрядчиков, плюс переход на расчёты в рубль. Удаётся оптимизировать смету до 250-260 миллионов долларов. Первой проектировки уже есть. И в этом случае это нам позволит при среднегодовых ценах за 50 долларов, это нам позволит себя чувствовать более или менее спокойно. Перспективы есть и по налогу на имущество. Те инвестиции, которые сегодня вкладывает округ, позволяют с уверенностью строить планы на среднесрочную перспективу. На сегодняшний день инвестиции по сравнению с прошлым годом доходят до 110 миллиардов рублей. Средства колоссальные, поэтому администрация округа проводит работу, нацеленную на то, чтобы вложенные инвестиции работали на жителей Ненецкого округа. Получается, мы имеем огромные инвестиции в территорию округа, но ни компании, зарегистрированные на территории округа, ни наши местные структуры, ни жители округа практически не работают ни в нефтянке, ни в компаниях, которые являются подрядчиками, субподрядчиками этих компаний. За исключением, допустим, нашего же авиатряда. Это яркий пример, когда те инвестиции, которые идут в тундру, они частично осваиваются нашим авиатрядом, что позволяет ему совершенно спокойно предприятию не просто развиваться, но ещё и совместно с округом обновлять парк воздушных судов. Потому что вы прекрасно понимаете, те перевозки, которые осуществляет наш авиатряд на внутреннем рынке, они для него нулевые практически, а все заработки и доходная часть непосредственно с компанией Ненецкого округа. Уйти полностью от сырьевой зависимости Ненецкий округ не может, но отчасти компенсировать хотя бы малую часть выпадающих доходов может малый и средний бизнес. Для его развития в настоящий момент делается многое. Накануне прошло открытие регионального центра развития бизнеса. Он позволит оказывать все существующие виды поддержки по принципу одного окна. В состав единого центра вошли фонд поддержки предпринимательства и Ненецкая лизинговая компания. Теперь малый и средний бизнес может получить оперативную помощь в решении возникающих юридических, финансовых и организационных вопросов в одном месте. Кроме того, благодаря созданию в регионе бизнес-инкубатора у предпринимателей появилась возможность на льготных условиях арендовать площади под коммерческий проект. Помещения уже готовы и ждут своих арендаторов. Следующим шагом развития предпринимательства в Ненецком округе станет создание технопарка. Он, в отличие от бизнес-инкубатора, представит собой производственные площади. Его технические возможности помогут предпринимателям начать опытное производство и внедрение разработок для выхода на рынок. Понятно, что мы целиком и полностью никогда не заместим доходы окружного бюджета доходами от предпринимательской деятельности. Но ту задачу, которую я сегодня оставлю своей команде, это решение как минимум и движение в двух направлениях. Это увеличение количества активного предпринимательского класса, потому что у нас есть очень много еще ниш невостребованных. И частичное, но решение проблем с той же безработицей. И в этом направлении есть уже определенные успехи. Задача номер один. Как можно больше создать на территории нашего округа производственной деятельности. Пусть тот же помидор, выращенный в нашей теплице, по стоимости будет точно такой же, как и привезенный помидор. Но в привезенном помидоре, в его стоимости заложен труд человека, живущего не в округе, а произведенного на территории округа заложен труд, оплата труда человека, который проживает в округе. Несмотря на сложную экономику, отметил Игорь Кошин, Ненецкий округ будет создавать производственные рабочие места, вкладывать средства в экономику и социалку. Успех наш зависит. Сможем ли мы в этих новых экономических условиях, в этих новых водных, не просто выжить, но и адаптироваться. А здесь я просто призываю всех, есть идеи, есть предложения, я открыт. Давайте, пожалуйста, конкретные предложения, что вы считаете, как необходимо что сделать, потому что всё в наших руках.